Привет! В этот раз я покажу вам одно очень крутое место, которое находится в Бангкоке. А точнее их два. Это кафе с необычными животными, которых встретить можно далеко не везде. А тут их можно покормить, понаблюдать, даже погладить, если они не против и не спят. Привет, красавчик. Ты не хочешь? Что ты боишься? На, понюхай меня. Только не кусай. Смотри, я добрый. Иди подружимся. Это кафе разделено на два. Одно полностью в помещении, второе в помещении и на открытом воздухе немного. И отличается своими обитателями. Но оба они уникальны и посетить нужно оба. Впечатлений и эмоций будет очень много. Все, мы с тобой друзья. Друзья? Друзья, все, нравится. Привет, моя группа. Привет. Что расскажешь? Что в этом заведении происходит? Бегают все орут, да что-то? Не понятно, что хотят. Идем посмотрим вообще, что здесь есть. Что ты думаешь? А то... Че такое я тут нашел? Ну? Давай, на ушко мне договори. Говори на ушко. Ну, попугайчик только вроде успокоился, привык ко мне. Сидит, ходим, сейчас мы смотрим. давай пять опа хорош молодец все короче попугани пятю не отбил значит все нормально закончилось суммиром так мы пока никто не кричит мы поговорим с енотом честно народу много здесь все по сессиям проводится поэтому не просто скажем так все отснять будем надеяться что енотик проснется с нами сегодня поговорить чего такой интересный просыпайся ну все енот счастлив и енот доволен короче енот пуховик не особо любит что-то с кем-то общаться и чуть немножко иногда рычит но в целом добрый дается и гладится и тискаться ну енотик такой отъевшийся да ты пойти хочешь наверх в целом енот был приветлив но очень любит спать как и многие животные тут доверяют только тем кто кормит и постоянно рядом ну или патисткой как это сотрудники пока никого нет у меня опять получилось найти сурикатов это самые чудливые животные и один у меня пытается забрать уже интересная камера ты хочешь что-то сказать и что там такое так ну сурикатов хочешь поговорить и съесть мою пушинку да что ты хочешь сказать это микрофон что такое сказать в общем-то но очень сурикат он там хочет мне камеру забрать и постоянно пытается туда нанюхать точнее сказать на своем ты все довольны этому сурикату я явно понравился решил просто смею спать и ни о чем больше не думать но когда начинаешь его поднимать он сразу что-то ворчит на своем там ворчит разборки местные почему они поделили это мое место сегодня мне вроде бы везет и опять от всех спрятался сбежал и попал пока тихо к лисам маленьким сейчас покажу так а ты чё убегал от меня и теперь пришел покушку просить теперь ты добрая и тебя погладить можно это точно леса хитрая смотри это такое красиво что расскажешь расслабился полностью вообще ничего не делает типа потискайте меня минутку и пустите пожалуйста ну хитрый прям очень то есть еду какую-то даешь но гладью пытаешься не берет просто отдаешь если не трогая сразу берет жопки хитрый да с большими ушами такие уши спящая морда да спящая морда чего панику наводишь здесь и и а а а а а и а и и а с Ты кайфуешь? Давай пока тот орёт, доспежи мне, почему он такой громкий. Так, всё, теперь меня на массажиста тут забрали. И мокрые лапы, почему бы не залезть, конечно. От этого больше всех любопытного, чему я хожу с камерой. Вроде как палка какая-то, непонятно. Ему интересно, он боится. Зато вот кто не боится. Тебе так интересно. Тем временем меня тут оккупировали, в общем, со всех сторон. По-моему, моя рука понравилась очень. Вкусно? Самая вредная собака здесь. Никому ничего не доверяет, только еде. Вообще все животные тут очень дружелюбные и любвеобильные. Я бы даже сказал более чем. Иногда им это надоедает, и они отходят в сторону отдохнуть, от такого большого внимания. Но позже опять возвращаются поиграть и потискаться. Ещё тут живёт настоящая большая лиса. Но места для неё здесь, к сожалению, думаю маловато. Она, кстати, не особо доверяет мне знакомцам, только сотруднику, которые за ней присматривают и кормят. Ко мне она подошла только минут через пять, то за вкусняшкой, которая ей не особо понравилась. Пока не особо верю в ней. Или бы не хочет сниматься. Иди, вкусняху дам. Хитрой звездой будешь. Тут, кстати, есть мини-город для трёх ёжиков. С домиками и разными развлечениями. Он расположен в зоне кафе, поэтому их можно посмотреть, пока не началась сессия к остальным животным. Ребятишки, я вообще тут устроюсь неплохо. Просто слип и всё. Я зашёл сюда, в 40 минут где-то прошло уже. Они до сих пор так лежали, так и лежат спят. Так, ну что в целом об этом месте? Крутое, интересное, позитивное, но единственный момент. Людей очень много, у них тут история, что по графику, то есть не просто так, кто когда зашёл, а определенные часы есть, когда они запускают. Там постоянно расписание с 11 утра до примерно, по-моему, 7 вечера или 8. И у них каждый час какое-то время запускают они. То есть не просто, чтобы люди просто так подряд все ходили и путались, а именно типа сессиями, вот так, правильно. Это правильно, удобно, что животные отдыхали от посетителей, но неудобно, что кучкой сразу толпа заходит, либо, может, я так просто попал, хотя когда я пришёл, вообще я один был. Да? Потому что ты думаешь, что народу много, да, мешают они? Вот, мешают, да. Всё, кабачок пошёл спать. Надоели ему все. Так, всё, в собачьем садстве. Наконец наступает покой, время сессии закончилось, все выходят. Да? Максимальная цепь уставка. Всё, все на выход. Остаются только сотрудники. Налетают и убираются во всём помещении полностью. Это прям очень хорошо. Ну, в целом, всё выглядит очень-таки здесь красиво. Так, современненько, качественным ремонтом. Вот. Но то, что убирается после каждой сессии, это, конечно, круто. То есть у животных прям условия хорошие. И места, в принципе, для всех хватает, где побегать. Поэтому место хорошее. Что ж, на этом время сессии подошло к концу. Сотрудники пошли убираться, животные отдыхают. А некоторые уже пришли и лежат, ждут новых посетителей. А я отправляюсь во второе кафе, где живут капибары. Да, те самые. Из песни. Во втором кафе меня сразу же встречала танцующая коза. Она и прыгала, и кружилась. Что не сделаешь ради вкусняшек. Привет. Кто такая красивая? Кто такая красивая? Я не спала. Нет? Джамма. Джамма? То есть такая самостоятельная, да, прям? Ты такая, из-за тебя что с пятаком? Ты где уже поцарапалась, а? Ты где-то так поцарапал. Ты где-то так поцарапал. Ты где-то поцарапал. Красавчик. Какие у них лапки. Ну да. Дай мне чуть-чуть, отдай, отдай. Ну всё, морда довольная, наёс, на ещё, на тебе. Стесняется? Когда-то вот переживает немножко. Ну как это круто, конечно, это прям вообще очень необычно. Ты чего стесняешься, держи вот, так и не достало, на. Капибары очень удивительные животные и очень пугливые, поэтому с ними надо быть постепенным, понемногу сближаться за счёт вкусняшек, тогда они более-менее начинают доверять вам и даже когда едят у вас с рук, всё равно пищат и переживают. Важно не делать резких движений, они это очень пугаются, и потом тяжело будет вернуть их из положения. Молодец, молодец, молодец. Кто такой молодец? Молодец. Чё, молодец? Молодец. Молодец. Даже ещё. Дай лапу. Всё же, даже если бы и подружились с Капибарой, они остаются верны своим постоянным кормильцам. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова